Делаю необычное и я вам хочу показать сводчик своих помад не на руке как я делаю это обычно а именно на своих губах как видите губы у меня не накрашены я уже использовала бальзам и начну наверно самых темных оттенков которые у меня есть и так давайте начнем и первый оттенок у нас будет black черри от мелани возможно буду наносить неаккуратно так выглядит оттенок black черри конечно же когда я ношу подобные оттенки я в основном использую не темные оттенки в одежде то есть цвета а использую светлым более холодный и конечно же делаю не такими яркими глаза то есть стрелочки и какие-либо нейтральные тени вот так выглядит оттенок black черри мне очень нравится очень красивый такой оттенок ну конечно же в основном такие оттенки используют вечером но я иногда ношу и днем не очень удобно у меня с такого расстояния помаду но это был оттенок помады от мелани black черри 24 и так следующий оттенок к сожалению у меня закончились влажные салфетки и удалять я буду помаду спонжиками при помощи мицеллярной водички от гараньер вот этой водички от гараньер мицеллярной следующий оттенок будет сангрия этот оттенок уже не такой темный и его можно спокойно использовать днем опять же или любые нейтральные тени это серо-коричневые это могут быть серые оттенки это могут быть и лиловые оттенки или какие-либо другие светлые оттенки так выглядит оттенок сангри от мелани конечно же я люблю использовать такие помады с контурным карандашом я не могу сказать что мне нужна сильная какая-либо коррекция маяку но все же я люблю больше использовать контурный карандаш и так так помада сангри очень очень красивый очень мне нравится этот оттенок он так действительно освежает и тоже можно носить его вечером удаляем следующий оттенок будет у нас 20 тоже такой сливово-розовый оттенок тоже очень очень интересный так выглядит этот оттенок на мои губах это оттенок у нас милане 20 тоже очень такой красивый оттенок и можно подбирать и синие оттенки в одежде комбинировать с более такими светлыми или подбирать аксессуары более такие яркие голубые холодные оттенки и лиловые сливовый малиновые так удаляем далее оттенок у нас будет чили бренди это у нас уже финиш металлик так выглядит этот оттенок от милане чили бренди не очень удобно наносить потому что зеркало у меня не так близко находится вот так выглядит этот оттенок тоже такой неплохой и опять же можно подбирать именно нейтральные оттенки теней то есть они не должны быть совсем уж светлые такие и не должны быть совсем уж и черные как смоки я просто не готовилась не делала макияж специально под это видео не внешне был такой макияж смоки и была нейтральная помада далее мой любимый оттенок это best red от милане классический красный этот оттенок я обожаю он именно красный он не оранжевый этот оттенок у меня был видео в предыдущем и он на камере был такой оранжевый более на самом деле он не не оранжевый а он именно классический красный очень красивый и также есть фото в блоге где вы можете посмотреть как выглядит этот оттенок очень красиво опять же нейтральные тени и стрелочки тоненькие можно толстые стрелочки и не сильно выделять глаза тенями удалили далее два оттенка это более такие розовые оттенки это такой оттенок даже цикламена очень красиво смотрится лето он именно такой яркий яркий тоже очень красивый именно под голубой оттенок одежды холодный будет очень красиво смотреться под серые оттенки такие чистые тоже очень красивые так так выглядит это оттенок это номер 14 rose hip следующий оттенок будет тоже от милане и этот оттенок уже rose ой rose rose amour или amour не знаю как правильно произносится мне нравится текстура этих тип ой не тени простите помог так выглядит этот оттенок тоже очень очень красивый очень очень нравится очень очень люблю подобные оттенки далее далее будет оттенок нюд от милане и тоже мне очень нравится люблю этот оттенок и так выглядит оттенок от милане нюд крема двадцать шестой и так далее сейчас возьму спонжики и удалю этот оттенок помады далее будет будет две помады от мейблин в оттенке 902 фуксия флеш является моим тоже фаворитом яркий оттенок фуксия яркий оттенок фуксия не очень удобно наносить так как зеркало далеко вот так выглядит оттенок фуксия от мэйблин очень тоже красивый оттенок сейчас такие оттенки фуксия в тренде далее будет помада тоже от мэйблин в оттенке 906 906 это такой сливовый оттенок опять же какой то такой сливовый розовый вот так выглядит этот оттенок тоже мне очень нравится вот так он выглядит ой так и покажу вам помаду от color me в оттенке 708 на самом деле эта помада красная с таким коричневым оттенком то есть примесью очень хорошее качество очень хорошее качество у этих помад очень мне нравится отличная текстура очень комфортно на губах вот так выглядит это оттенок это оттенок под номером 708 ооо я все в помаде ну 708 и так далее идем и далее будут будет оттенок более такой нейтральный это от max factor тоже мне нравится такой оттенок под номером 735 марин даст и так удаляем этот эту помаду так и далее вам покажу помаду от l'oreal 235 оттенок это оттенок нюд нюд 235 хорошее качество этих помад но одушка как у советских помад так выглядит этот оттенок от l'oreal 700 ой 235 далее будет помада от flormar не знаю какой у нее здесь номер это такой ярко-ярко коралловый оттенок он мне очень нравится я не знаю как он будет смотреться на камере вот так выглядит оттенок помады от flormar тоже очень-очень мне нравится оттенок качество неплохо это ну средненькое но в принципе носить можно далее 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 будут помады от от rimmel под номером 002 в оттенке кэнди называется кэнди этот оттенок вот так выглядит оттенок кэнди от rimmel качественный помад нравится так ну я не очень люблю на себе перламутр ну в принципе неплохо так далее 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 оттенок эйри фэйри который мне нравится использовать тоже под дневной макияж эйри фэйри выглядит вот так номер 070 сколько спонжиков я уже использовала ну